Евразийский экономический союз Евразийский экономический союз Евразийский экономический союз тоже захочет, потому что это очень выгодно Это выгодно для процветания всех стран Сейчас пока политика мешает, но я уверен, я знаю, что многие страны хотели бы подключиться к шелковому пути, чтобы больше общаться, больше торговать Продолжение следует... Изначально очень активно ставят вопрос о переходе нашего режима торговли на зону свободной торговли. Мы три года назад, обсуждая с нашим бизнесом, увидели, как я уже сказала, очень осторожное отношение к режиму свободной торговли с Китаем. И мы абсолютно отчетливо понимаем, что далеко не пошлины у нас именно в торговле с Китаем являются главной проблемой. И поэтому мы договорились, что первым этапом, на который мы готовы пойти сейчас, будет непреференциальное соглашение. Но нам не только важно подписать соглашение, нам очень важно, чтобы оно заработало и чтобы действительно мы смогли выходить на китайский рынок, который, с одной стороны, очень емкий, очень интересный для нас, а с другой стороны, он очень все равно зарегулирован. И если мы понимаем, что китайские товары на наш рынок поступают с гораздо меньшими проблемами, чем наши экспортеры могут себя почувствовать на китайском рынке, то нам не нужно, мы считаем, не нужно гнаться за количеством преференциальных соглашений, а нам нужно несколько лет поработать в условиях того соглашения, которое сейчас вступит в силу. Мы прекрасно понимаем, что Китай будет сейчас, после подписания соглашения, ставить к нам формально вопрос, давайте переходить на новый этап. Но мы готовы изучать эту возможность, но, как я уже сказала, только вкупе с анализом выгод, который мы должны почувствовать, который, чтобы почувствовать, нужно, чтобы соглашение поработало от непреференциального облегчения, обязательства по которым Китайская Народная Республика на себя взяла. Мы поддержали шелковый путь, потому что этот шелковый путь нам очень выгоден. Сейчас от Тихого океана через Китай, Казахстан, Каспийское море, Кавказ, Европу, везем грузы, и Казахстан на этих контейнерах зарабатывает уже миллион контейнеров, а их будет 2 миллиона, и мы будем ежегодно просто так зарабатывать 5 миллиардов долларов на этом транзите. В общем, теперь вырисовываются два конкурентных торговых маршрута, я бы назвал их «Север-Юг». Возможно, именно поэтому Путин недавно совершал столь помпезный визит в Монголию, где мы слышали о каких-то там миллиардах инвестициях российских в монгольскую экономику. Возможно, именно поэтому участились контакты на дипломатическом уровне между Казахстаном и Монголией. Монгольский министр недавно приезжал в Казахстан, о чем-то они там разговаривали. В общем, борьба за китайские инвестиции началась, и пошла она, как говорится, полным ходом, на полных парах. А китайцам что? Китайцы запаслись попкорном и довольны, и наблюдают, чем все это закончится. В любом случае, им будет хорошо. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь на мой канал, и до новых скорых встреч!